Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Мне 28 лет, работаю экономистом. Замужем, есть двое детей. Образование высшее. В жизни пережила, как мне кажется, много испытаний. Замуж, выдали насильно. Родила детей 18-19 лет по порядку. Ненавидела мужа. Испытывала после родовую депрессию. В эти же годы пережила измену мужа. Были ссоры с родителями. Они меня из своего дома даже выгнали. Когда я пошла к ним и сказала, что мы с ней изменяли. Что он избил. С самого детства мама так воспитывала, будто со мной нельзя дружить. Но она напрямую не говорила, чтобы не дружила с девочками в школе. Зато обхаивала всех, с кем бы я ни подружилась. Мол, они такие-сякие. Она всегда унижала меня. С другими девочками сравнивала. Внимание к брату и сестре уделяла больше. И даже этого не скрывала. Я к нему ревновала сильно в детстве. К брату. И с сестрой не самые теплые отношения у нас сейчас тоже. Кстати, всегда была серой мышкой. Издевались в школе, даже в садике. Пару лет назад устроилась на работу. На работе тоже не лидер. Хотя я уже стараюсь как-то вести себя по-другому, чем в школе. Стараюсь быть дружелюбнее. Общаться. И все-таки за 28 лет я осознялась, что живу с человеком, которого я не люблю. Нет денег, чтобы съездить в свой дом вдали обо всех и забрать детей. Живу в доме мужа. Если разведусь, идти с детьми некуда. Да и сама я уже не знаю, будет ли мне лучше жить без него. Так я привыкла к нему как-то. И не подозреваю в изменах уже 6 или 7 лет. Хотя не доверяю, ввиду того, что остыли его чувства. Такой страсть и последние годы его не чувствую. Но вы и не можете чувствовать его страсть, потому что это его чувство. Вы можете только чувствовать свою страсть. Значит здесь как бы вы перекладываете ответственность. Еще осознаю, что с братом и сестрой и с родителями у меня так и остались напряженные отношения. После того случая, как они выгнали меня, я уже отвыкла от них и теплоту больше не чувствую к ним. А должны? В общем, я довольна тем, что у меня есть дети. Я довольна своей работой и учусь жить осознанно. В чем это проявляется, что вы... Что вы... Что вы осознаете? Пока вы осознаете только то, что ничего не добились. Это, я бы сказал, деструктивная тенденция. И тем больше я начинаю жить осознанно, тем больше понимаю, что у меня нет любящего человека рядом. Нет, что у меня нет денег. Что у меня есть пара подруг лицемеры. А вы, называя подруг лицемерами, не повторяете позицию своей мамы, скажем так. Которые завидуют и не скрывают. Ну, пусть завидуют. Пусть не скрывают. Зачем скрывать? Наоборот, на мой взгляд, это проявление честности, что вам завидуют открыто. Вот. В зависимости, ничего плохого нет. Действительно расстроилась в 28 лет жизни и не добилась ничего. Ни друзей, ни денег, ни уважения, ни авторитета, ни ничего. Скажите, пожалуйста, вот что в себе изменить? Что в себе изменить, чтобы что? Чтобы добиться друзей, денег, уважения, авторитетов, это все начало поменять. Понимать именно в тот момент, когда я начала повышать свою уверенность и самооценку. Ну, это странно. Находится так? Вы повышаете свою самооценку уверенность и понимаете, что ничего не добились. Обычно, когда человек повышает свою самооценку уверенность, он как раз таки начинает лучше о себе думать. В вашем случае вы о себе, ну, думаете не сказать, чтобы лучше. Я бы сказал, что здесь у вас присутствует достаточно серьезный кризис. Я бы сказал, что у вас присутствует достаточно серьезный кризис восприятия себя. То есть, я бы сказал, что вы себя тотально не принимаете. И у вас, как мне, кажется в силу отсутствия любви и теплоты по отношению к вам, в силу пройдетых травм, которые вот у вас, ну, с которыми вам пришлось, так скажем, столкнуться. В силу этого, на мой взгляд, у вас образовалась пустота. Ну, точнее, понятно, что это не пустота, а понятно, что это, в общем-то, вполне реальное переживание, которое вы вытеснили, получается. Из своего сознания. Вот. Но чувствуется, да, и ощущается это больше, вот, конечно, как пустота. И вот, чтобы эту пустоту, соответственно, заполнить, вы, на мой взгляд, и пытаетесь добиться от всего того, о чем говорить. Чтобы заполнить пустоту, чтобы доказать что-то своими родителям, чтобы доказать, может быть, даже себе, что вы, ну, что вы достойны и прочее, прочее, прочее. Ну, правда, заключается в том, что пока вы в этих направлениях движетесь, вот, ничего хорошего. Как бы, из этого, на мой взгляд, не выйдет, в принципе. Ну, вот, потому что сейчас у вас нет, во-первых, у вас нет, ну, как я уже сказал, внутреннего принятия себя, с одной стороны, да, вы себя не принимаете, вы себя корите. Вот, по факту, ну, получается, что, что, что вы, что вы делаете, то же самое, что ваши родители, по большому счету. Вот, это первое. А второе, у вас нет цели, то есть, не совсем понятно, вот, вы говорите, там, деньги, уважение, друзья, да, но вы это сами где? Как будто бы вы не чувствуете себя, как будто вы не ощущаете себя, как будто бы вы, вот, не очень понимаете, что же мне вообще, что же мне вообще-то говоря нужно, к сожалению. Понимаете, да? Какая история? Вот, с этим, с этим, с этим проблемой, в первую очередь, нужно работать. А чтобы это стало возможно, необходимо прожить все ваши обиды, обиды и боли, вот, которые у вас есть, потому что все это вы зажимаете, вот. А когда вы это не, когда вы это не зажимаете, то, получается, такая, не самая лучшая история, что вы, ну, либо, значит, строите помощь, да, либо, либо вы обвиняете, обижаетесь, вот, и все. Важным моментом, в том числе важным моментом, является то, как вы, как, как вы относитесь к кому-то, то есть, во-первых, вы пишите, что он вам изменил, но при этом вы добавляете в скобочках «избью», так изменю или избью? Это немножко разные вещи, этот момент не совсем понятен. Дальше. Вы говорите, что он вам изменил. Да, изменя, это ужасно, это тяжело, это трудно и так далее. Но, как бы вы, сейчас, судя по тому, что обижаете, сейчас, вы вместе, то есть, что означает, что вы его просили, что означает, что вы к чему-то пришли, вы что-то решили, как это происходит? Непонятно. Понимаете, да? Какая штука? Вот. И вот, как бы, в этом ключе, в этом ключе нужно работать, понимаете? То есть, если я с человеком нахожусь, например, ну, в отношении, да, и я нахожусь не по привычке, то это неосознанно. Вы говорите, не знаете, не знаете, будет ли вам лучше без него. Ну, правильно, не знаете, потому что вам, скорее всего, без него будет хуже, по ощущениям. Ну вот, раз вас никто не будет защищать, потому что вы не будете чувствовать стабильность и так далее. И сейчас вы пытаетесь найти опору во внешнем мире, а искать ее нужно в себе. Ну вот. Пока вы ищете опору во внешнем мире, вы будете хотеть к привычкам и к таким вот отношениям. Вот. Ваше... Вот вы говорите, да, что, типа, значит, у меня нет того, кто бы меня любил. Это ваша потребность в любви. Вы пытаетесь в других людях получить то, что не даете сами себе. Поэтому нужно сначала стать в себе, чтобы выстраивать отношения адекватные с людьми, я имею в виду. Далее. Вы говорите о том, что от своего мужа не чувствуете страсти. Вот. Мне кажется, что здесь есть противоречие. Вы хотите чувствовать от мужа страст, при этом сами к нему особыми чувствами не пылают. Что это? Это снова та же самая потребность в любви, о которой вы говорите. То есть мне нужно, чтобы меня кто-то любил. Даже если этот человек, ну вот, не вызывает у меня позитивных эмоций. Как, например, муж. Понимаете, да? И пока вы гонитесь за этой любовью, вряд ли у вас будут какие-то изменения. Что касается авторитета, что касается уважения, то это не может быть самоцелью. Авторитет уважения и деньги является следствием, следствием деятельности человека, направленной на реализацию его ценностей. То есть у меня есть определенные ценности. Я их реализовываю и в результате реализации, в зависимости от моих способностей, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, насколько у меня это получается и насколько, ну, насколько верно я подобрал свое дело, потому что можно дело подобраться неверно, у меня, как бы, получается добиться и определенного авторитета, и определенного уважения, и определенного количества людей, которые, скажем так, меня поддерживают. Вот. Но вы же ждете определенного результата. То есть и авторитет, и уважение, и количество друзей должно быть в определенном объеме, чтобы вам было хорошо. Иными словами, на суть своей деятельности, на суть того, чтобы что-то делать, вы здесь внимания особо не обращаете. Вы говорите, я работаю экономистом. Давайте подумаем, как вы в эту профессию пришли. Как вы в нее оказались? Нравится она вам, не нравится она вам? Вот. Дальше. Вы говорите, там, меня, условно, там, ну вот, значит, к мужу, там, отношения негативные и прочее. Окей. Что вам в нем не нравится прямо сейчас? Что вас не устраивает? Как вы ему об этом говорите, если говорить? Вот. Говорите ли вы ему о своих чувствах? Вы говорите, у него пропала страсть. Ну, шесть. Вы, насколько я понял, замужем довольно давно. И это нормально, что со временем страсть уходит. Вот. Другой вопрос, что остается уважение. А у вас его нет, потому что вы отношения выстраивали. Исключительно на гендерной основе. Вот. Вы говорите о том, что ваш муж, значит, вас избил, изменил и так далее. Что ж. Это поведение не самое, конечно же, конструктивное. Вообще, с точки зрения психологии, это детское поведение. Но и вы, обращаясь к родителям, поступаете тоже как ребенок, демонстрируя невозможность самостоятельно решать свои проблемы. Вот. Поэтому. Я думаю, что выстраивать взрослые отношения, где было взаимное уважение, отношения на равных, вам также необходимо научиться. Сейчас вы этого, на мой взгляд, не умеете. Сейчас, на мой взгляд, я, если честно, по вашему тексту не очень могу понять вашу текущую систему взглядов, приоритетов и так далее. Потому что вы говорите, что я, значит, стараюсь быть дружелюбнее, но при этом, как бы, в школе вы говорите, что вам мама не давала дружить с, ну, с другими. Так, а вам не давала мама дружить, а вы сами были менее дружелюбными? То есть, как бы, вот. Вы говорите, что вы стараетесь быть более дружелюбными, но своих подруг называете лицемерными. Тем самым, повторяя, как бы, позицию своей мамы. Вот. То есть, тут есть вот ощущение такое, что вы, вот, противоречите сами себе. Если вам, ну, например, допустим, не кажется, что то, что я перечислил, является противоречием, то в любом случае вы выглядите потерянным. То есть, ваше ощущение, вот то, что вы описываете, как расстройство, это чувство потерянности, чувство незнания, кто я. Связано это с тем, что с вами все время кто-то был. Сначала это были родители, потом это был ваш муж, а потом, вероятно, это были ваши дети. Ну, были, я надеюсь, есть. Вот. То есть, вы не знаете, кто вы. Я так подозреваю, что вы представители восточной культуры. Я так подозреваю. Ну, потому что вы говорите, что замуж вас выдали насильно. Вот. И, соответственно, такое практикуется в восточной культуре. Ну, по крайней мере, легально. Вот. Соответственно, здесь тоже есть нюансы. Дело в том, что психологи, по крайней мере, ну, большинство находящихся здесь на сайте, представители европейской культуры. Европейских ценностей. Или ценностей западных. По крайней мере, в рамках психологии, да. Ну, вот. И, соответственно, это может вступать в конфликт с теми моментами, которые есть у вас. Потому что восточная культура, она отличается, отличается достаточно сильно. Ну, вот. Я бы, если вы, если вы принадлежите, скажем так, к определенной конфессии, да. Вот. Я бы все-таки выбрал консультацию с пастырем. Только той конфессии, которая вы принадлежите. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощь.